Татьяна, спасибо огромное. Коллеги, добрый день еще раз. Давайте начнем наш вебинар. Но для начала представлюсь, это не первый вебинар на данной платформе, но может быть кто-то в первый раз меня слушать будет. Сегодня очень интересная тема. Поговорим про психосоматику. Значит, я кандидат психологических наук, руководитель высшей школы психологии и педагогики, руководитель это что-то вроде декана Уфимского университета науки и технологий и заведующая кафедрой психологического сопровождения и клинической психологии. Зовут меня Тулютбаева Галина Фанилевна. Здесь на каждом слайде, кому интересно, почта и номер телефона, вдруг кто-то заинтересуется, у кого-то еще останутся вопросы. Можно будет писать, писать в WhatsApp, практически всегда отвечаем. Я иногда упускаю, но всегда отвечаю. Значит, у нас с вами сегодня тема любопытная. Я смотрю, у нас достаточно много участников. Думаю, что откликнется тема. Значит, психосоматические расстройства детей дошкольного возраста. Мы с вами посмотрим, какие психосоматические расстройства выделяют. Вообще, начнем с того, что такое психосоматика. Да, потом посмотрим расстройства непосредственно психосоматические. Не будем рассматривать каждое внутри. Посмотрим в комплексе. И посмотрим обязательно причины психосоматических расстройств у детей дошкольного возраста. И посмотрим мы с вами меры профилактики. Коллеги, у нас есть чат. Можно параллельно, я обычно отвечаю на вопросы параллельно, прям писать в чат. Он у меня листается. Я наблюдаю, отвечаю на вопросы. Если есть какие-то вопросы, уточнения, может быть, я в чате сразу проглядываю. Отвечаю. Есть вкладка отдельные вопросы. Я ее просматриваю обычно в конце. Поэтому, если у вас есть вопросы по ходу рассказа, по ходу того, как идут слайды, вы, пожалуйста, в чат прописывайте. Я буду сразу же на них отвечать, чтобы мы от темы далеко не уходили. Я буду периодически отвлекаться, потому что психосоматика – проблема большая. И здесь нельзя говорить только про детей дошкольного возраста. Это комплексная проблема. Поэтому я буду периодически отвлекаться и на взрослых людей тоже. По аналогии будем смотреть, что и у детей, и у взрослых. Но прежде чем мы перейдем к остальным слайдам и прежде чем мы раскроем тему, я хотела бы объяснить, почему психосоматика, почему я, и почему эта проблема вообще ко мне пришла, я и заинтересовалась, и консультирую детей в рамках психосоматики в том числе. Поскольку я не только кандидат в психологический наук, клинический психолог, и работаю чаще всего с детьми и с подростками. В нейро подходит тоже. То есть нейродиагностика, нейрореабилитация – это тоже у меня. Почему психосоматика, почему я, и почему дети? Значит, я пару лет назад работала в одной из больниц города Уфы клиническим психологом или медицинским психологом, как это звучит, вот в штатном расписании. Значит, работала я в отделениях реабилитации для нейробольных, больных, да, это после инсульта обычно или после каких-то травм, например, после аварии, то есть связанных с головным мозгом. И в кардиореабилитации. Значит, я больше буду говорить про кардиореабилитацию, потому что есть особенности нарушения и там, и там, да, в двух разных отделениях реабилитации, но нас сейчас больше интересует психосоматика, я поэтому буду говорить больше про кардиореабилитацию. Значит, там больные со сердечно-сосудистой системой, обычно это больные после операции, да, пациенты. Так вот, с ними проводятся стандартные психодиагностические методики по нейродиагностике и в кардиореабилитации, и проводится диагностика, есть тестовая методика, кому интересно, госпитальная шкала тревоги и депрессии мы брали, да, то есть нет клинических рекомендаций, но мы брали вот эту вот методику для диагностики тревоги и депрессии. Она небольшая, там всего 14 вопросов, и очень хорошо эта методика раскрывает и тревогу, и депрессию. На мое удивление, она очень валидна, очень надежна и достоверна, поэтому мы использовали ее и в обоих отделениях. Как вы понимаете, в отделении нейрореабилитации тревога и депрессия очень часто, ну, как бы не встречались, да, а в отделении кардиореабилитации практически каждый там, да, или каждый третий был с тревогой или с депрессией. На что конкретно наткнулась я? Меня очень начинала интересовать та тема, что когда вот ты приходишь на диагностику в отделение, обычно у тебя отдельный кабинет, и поскольку обычно вот в таких отделениях это взрослые люди, у которых не очень хорошее зрение, да, приходится вопрос из этой тестовой методики прочитывать. И они отвечают там с вариантами ответа, да, на что пациент, там на каждый вопрос пациент отвечает тем или иным вариантом ответа. Собственная методика позволяет достичь доверия, да, вот это вот доверие, которое нам необходимо в консультировании. И наш пациент начинает раскрываться. Нам это не особо нужно вот в диагностике, в реабилитации, но у меня почему-то так получилось, что все раскрывались, мужчины, женщины, да, в возрасте бабушки, дедушки там были. Так вот, что получается? Получается, что мы раскрывались до такой степени, что на некотором, ну, как бы через какой-то период, там 3-4 месяца я начала понимать, что у женщин, которые лежат именно в кардиореабилитации, умирают дети. Ну, то есть в маленьком возрасте, да, в младенческом, неважно вообще в каком возрасте, там это могут быть школьники, это дошкольники, это взрослые, их дети. Но практически там у каждой женщины, ну, 95-97% имеются смерти детей. И тут, ну, как-то очень странно, да, в нейрореабилитации такое не встречается, а в кардиореабилитации с каждой вот женщина выдает вот такое, да, то есть начинается там процесс консультации, на самом деле не столько уже диагностики. Я, конечно, этой информацией поделилась с заведующей отделением, она тоже кандидат наук, наука интересуется, и она начала спрашивать во время обхода женщины, а были ли у вас смерти детей, на что она мне сказала, что у меня вообще 100% получается. Да, то есть, видимо, травма была такая тяжелая, настолько тяжелая, что как последствия, да, то есть соматика тела дала нарушение в виде сердечного, ну, вот нарушение сердечного ритма, да, сердечно-сосудистые заболевания. Вот, я начала копать, когда в литературе действительно, оказывается, есть исследование, которое все, вот это подтверждает, действительно, у женщин, у которых, там, не важно, в каком возрасте, да, умерли дети, и не важно, какой возраст был у детей, и у матери в данном случае, но имеется вот такая штука, на что я психосоматикой, конечно, обратила, ну, посмотрела совершенно с другой стороны, обратила на нее более пристальное внимание, и с тех пор психосоматика, она как бы в поле моего зрения, я консультирую, да, больных с психосоматическими расстройствами. Вот так, собственно говоря, я оказалась в психосоматике, и мы с вами как раз пойдем сейчас ее осваивать, опять, да, буду отвлекаться на взрослых и на детей. Значит, начнем мы с вами с самого понятия психосоматика, мне важно, чтобы вы поняли, что вообще вкладывается в это понятие, о чем оно, и какие там тонкие моменты можно заметить. Значит, психосоматика, думаю, что для вас не секрет, от греческого «душа и тело», да, это про то, что неразрывно работает все-таки наша душа, но раньше говорили «душа», мы сейчас больше говорим про эмоции, да, и тело. Невозможно отделить тело, невозможно отделить эмоции, ну, и душу, да, по-другому. Значит, это направление в медицине и в психологии, обратите внимание, на стыке двух наук, да, обычно, ну, вот даже не обычно, до недавнего времени, лет, наверное, 50 назад, отдельно рассматривались медицина, отдельно была психология. На сегодняшний момент все больше и больше терапевтов, педиатров начинают понимать, что все-таки есть вот в любом заболевании что-то психологическое. На самом деле от терапевтов, от педиатров, от неврологов, от психиатров, к психологу очень много приходит. Значит, это направление, которое занимается изучением, посмотрите, влияния психологических, преимущественно психогенных факторов на возникновение и динамику соматических заболеваний. Для нас самое главное – это про возникновение и про динамику заболеваний. Значит, мы… у нас коротенькое сегодня время, буквально час, да, на всю психосоматику детей дошкольного возраста, но для того, чтобы понять все-таки, в чем, да, вот эти особенности, в чем возникновение от каждого заболевания и какова его динамика в психике, я вас попрошу, ну вот кому интересно, да, обратить внимание на труд Малкин и Пых, справочник по психосоматике. Огромный труд, вот такой вот толстенький, лучше бы, ну, в бумажном варианте, да, его сказать. Там про каждое заболевание отдельно и по каждому заболеванию прописаны факторы возникновения, характеристика личности того или иного заболевшего, да, пациента с тем или иным заболеванием и динамика этого заболевания. Кому интересно, посмотрите. А мы давайте разберем очень важный момент. Есть тут термин влияние психологических, преимущественно психогенных факторов. Что за психогенные факторы, что за психологические факторы, иногда их же называют психотравмирующими. Значит, это какие-то неблагоприятные явления и события. Обратите внимание, неблагоприятные. Очень редко, когда сильно благоприятный фактор, да, хороший фактор, то, который вызывает у нас положительные эмоции, является причиной соматическое заболевание. Обычно это какие-то неблагоприятные обстоятельства. Причем обстоятельства, способные оказывать влияние неблагоприятное, да, опять-таки негативное влияние на психику и прежде всего на эмоциональную сферу. То есть вызывают у нас вот эти вот события, какие-то бурные эмоции очень отрицательного характера. Значит, психогенные факторы отдельно еще подразделяют на психологические травмы и психотравмирующие ситуации. И те, и те очень тесно связаны как раз с психосоматикой. Значит, психологические травмы – это какие-то неожиданные события, которые вызывают очень бурные эмоции. Это какие-то интенсивные, неблагоприятные, негативные, да, очень бурные события, которые вызывают негативную эмоцию. Страх, например, растерянность, например, тревогу, да, какое-то депрессивное состояние. Это про травмы, да, они будут относиться к психогенным. И отдельно выделяют травмирующие ситуации. Это какие-то мелкие ситуации, обычно длительно существующие, длительно длящиеся, может быть, там, каждодневными, ежемесячными, годами длящиеся, да. Ситуации мелкие, но вызывающие такую негативную эмоциональную окрашенность имеющую, да. Это, например, какие-то периодические конфликты в семье. К примеру, там, каждый вечер супруг приходит, немножко выпивший, да, очень неприятно, эмоции зашкаливают, да, и каждый день вот эта вот ситуация длится. Или там каждого 10-го числа супруг приходит с маленькой зарплатой, у меня маленький стресс, это вот травмирующая ситуация, да, которая тоже может вызвать какую-то психосоматическую реакцию. И прежде, чем мы дальше перейдем непосредственно к заболеваниям, мне бы хотелось, чтобы вы поняли схему, как все это работает, да, то есть это важно, и исходя из этой схемы, вы поймете, с чем нужно работать, на что обратить внимание. Значит, непосредственно, мы не можем тут отдельно говорить, да, опять про тело, отдельно говорить про эмоции или про душу, мы говорим про них вместе. И здесь маленькая заметочка, результаты последних исследований в области нейрофизиологии позволяют предположить, что эмоции и настроение влияют на иммунную систему организма, снижая и сопротивляемость организма нашего к заболеванию. Как все это работает? Значит, вся загвозка в чем? Загвозка в гормонах, да, в гормональной системе, которая непосредственно связана с нервной системой, они друг без друга не работают, и которая непосредственно связана с эндокринной системой, да, именно гормоны выделяют иммунные клетки, собственно, по которым мы и про иммунитет и говорим. Нам особо очень интересно, там огромная связка гормонов, мы про все говорить сейчас не будем, это целый курс нейрофизиологии, или просто физиологии. Мы с вами будем говорить про один гормон, который вот за весь этот процесс практически отвечает один. Это гормон кортизол. Гормон кортизол, который выделяет гипоталамус, да, что этот гормон делает? А, нет, давайте вот так вот, начнем с того. Наш организм всегда реагирует исторически, так заложено филогенетически, да, что мы всегда на любую стрессовую ситуацию, а раньше стрессовую ситуацию, раньше я говорю, вот прям в древних временах, на стрессовую ситуацию реагировали каким-то физическим способом, то есть что-то делали нашим телом, да, то есть возникла какая-то стрессовая ситуация, я не знаю, там тигр нападает, например, да, лев нападает, мы всегда производили какие-то физические действия для того, чтобы вот эту стрессовую ситуацию преодолеть. И очень часто это были реакции «бей» либо «беги» или еще сейчас говорят «замри», да, там еще есть две реакции, но мы пока про эти вот три поговорим. То есть это либо «бей» вот этого животного, либо «беги», либо «замри», чтобы он тебя не заметил. То есть это все реакции, которые связаны непосредственно с телом. Для того, чтобы наш организм готов был вот к этим реакциям, как раз-таки на всю эту работу направлен вот этот гормон кортизол. Кортизол, он направлен на то, что он активизирует все клетки организма, все структуры организма для того, чтобы сейчас организм приготовился что-то делать, да, то есть стрессовая ситуация, весь, все наше тело приготовил эту стрессовую ситуацию, среагировать. Желудочно-кишечный тракт начал замедлять свою работу, да, сердечно-сосудистая система наоборот начала, например, активно работать, сердце бьется, потоотделение у нас активное начинается, зрачки увеличиваются и так далее, да, то есть вся система организма должна в этот момент запуститься, за это отвечает гормон кортизол. Но при этом он же ослабляет, да, то его действие направлено на то, чтобы ослабить иммунную систему, то есть перестают практически, ну или в минимальном количестве выделяются Т-клетки, иммунные клетки. И вот, и одновременно, да, все структуры организма направлены на то, что стресс этот преодолеть, иммунная система в это время как будто бы затихает, да, и перестает работать для того, чтобы все другие структуры работали. Но в чем вся загвоздка? Если раньше эти реакции были прямые, то есть мы отзвели, бежали, там били, замирали и так далее, сейчас стресс у нас немножечко другой, даже не немножечко, а совсем другой, да. Гормон кортизола выделяется и работает так же, то есть он не перестроился практически, но реакции у нас никакой нет. То есть возникла какая-то стрессовая ситуация, там конфликт, например, да, на работе или с супругом, мы ничего не делаем, не бьем, не бежим, не там, ну замерли, да, может быть. То есть физического выражения у нас в данном случае нет. Все куда должно уйти? Все должно уйти в тело. Вот, пожалуйста, вам схема того, как весь вот этот процесс работает. И на самом деле, имеется огромное количество теорий, психосоматики, психологических теорий психосоматики или психофизиологических, неважно, которые прослеживают именно вот эту вот линейку, да, физиологическую. То есть запустилась реакция организма, никакого действия при этом физического не произошло. И здесь есть пометка на слайде, силы организма потрачены, эмоции истощены, выхлопа нет. Все куда должно уйти? Оно вот в тело как раз-таки и уходит. Да, в тело. И еще немного о том, как вот эта связка имеет место быть, да, что происходит. Дарвин писал о том, о связи мозга и тела. Писал он, вот давайте я прям зачитаю, а вы вдумайтесь, сильные эмоции затрагивают не только разум, но также и кишечник сердца. Сердце, кишечник и мозг тесно взаимодействуют между собой посредством легочного, легочно-желудочного нерва, важного нерва, участвующего в выражении эмоций. Значит, о каком нерве говорит Дарвин? Он говорит о блуждающем нерве. Здесь на картинке плохо видно, но у вас будет слайд, вы можете в интернете посмотреть, как вот этот блуждающий нерв, он у нас проходит по всему организму и действительно идет от самого головного мозга и затрагивает все внутренние органы. Десятая пара черепных нервов. Непосредственно связано, Дарвин пишет, в выражении эмоций. То есть эмоции у нас не только в голове, вот, пожалуйста, они прошли в тело, и один из ученых, есть теория Александра, он говорит, что поражается именно тот орган, который уже и так был ослаблен. Либо при рождении, либо потом ослабился, но будет поражен в результате вот этих негативных эмоций именно тот орган, который и так уже ослаблен. И для информации, примерно 80% волокон блуждающего нерва, соединяющие мозг с внутренними органами, являются афферентными, то есть идут от тела к мозгу, то есть мозг тоже получает информацию, что там происходит с телом. Вот она вам, пожалуйста, связка. Что из этого, какой вывод можно сделать, переходя к детям? Физические нагрузки, вернусь к предыдущему слайду, там, где бей, беги, изомри. Да, они очень важны в психосоматике. Очень часто, когда ко мне приходят с какой-то психосоматической проблемой, да, или с депрессией, например, это же тоже можно отнести к психосоматике. Хоть и условно относят, но все-таки. Очень хорошо бы иметь физическую какую-то разрядку. Пробежаться, да, очень хорошо было бы пробежка или быстрая ходьба. Очень рекомендуется. Значит, имеется список, это немножко опять от темы я отхожу, но все-таки хочется, чтобы вы были в курсе. Значит, имеется список типичных психосоматических расстройств для взрослых людей. Он всемирный, он опубликованный, да, в научной литературе. Это тот список, по которому точно можно сказать, что это психосоматика. Это список, утвержденный в результате научных исследований. Просто проговорю, не буду в каждое отдельно заходить, хотя у каждого заболевания есть еще о чем поговорить внутри, о структуре личности, например, и так далее. Значит, ожирение, нервная анорексия, нервная булемия, бронхиальная астма, язвенный колит, болезнь крона, гипертония, сердечный невроз и гастроэнтерит. Это все практически, да, большинство, по крайней мере, заболеваний из разряда сердечно-сосудистых и из разряда пищеварительной системы. Да, то есть, вот прежде всего психосоматика у нас уходит туда, и опять мы тут можем говорить про десятую пару черепно-мозговых нервов. Мы сегодня говорим про деток, про дошкольников. Вот давайте рассмотрим у них, что с ними происходит, какие психосоматические расстройства относят к типично детским. Список не утвержден, то есть, вот в отличие от предыдущего, нельзя сказать, что он всемирный, да, утвержденный список, что именно вот эти вот расстройства имеют место быть там у детей, и мы всегда, вот когда видим эти расстройства, говорим о психосоматике. Мы о психосоматике говорим вообще, когда любим, видим любое, да, расстройство, мы его можем, ну, в смысле, заболевание, мы его можем рассматривать как психосоматическое, любое абсолютно. Но вот этот список, он как бы существует, научной литературе упоминается, поэтому давайте мы тоже его рассматриваем. Значит, у деток, вспоминайте своих деток, вы наверняка одно из них хотя бы встречали у них тоже. Это расстройство аппетита, когда я не хочу есть, у деток обычно это я не ем, да, в отличие от взрослых, когда я переедаю, когда у меня стрессовая ситуация, очень редко встречается, когда я не ем взрослого. Это тошнота рвута, исходя из фрейля, это когда я не могу что-то принять, меня тошнит, да, вот от этой ситуации. Очень часто это боли в животе. И здесь я могу, сейчас, если вспомню, это пару лет назад было, обращалась ко мне психолог, у которой были клиенты, семья. И в семье, насколько я помню, вот сейчас буду говорить про эту ситуацию, но вот насколько ее помню, да, это давно было, она говорит, что к ней обратился отец девочки, ситуация в следующем, девочка ходит в детский сад и постоянно, когда ее приводят в детский сад, там буквально через час, через два у нее начинает болеть живот. Она эти боли не симулирует, то есть можно, да, подумать, что ребенок говорит, что просто так у меня болит живот, чтобы забрали, но там действительно девочка прям загибалась, на полу лежала, прям скорченная, потому что были дикие боли в животе. Как только девочку забирали домой, причем они проходили обследование, все нормально, живот проходил. Параллельно у девочки родилась там сестренка, вот параллельно она пошла в детский сад, да, и родилась сестренка. Там сложная схема, но это вот, да, практический процесс манипуляции, потому что дома сестренка еще, зачем я буду ходить в детский сад, когда мама сидит дома, да, и ребенок не специально, конечно, это делает, да, но вот тело выдает вот такую вот реакцию, что у меня вот, когда я прихожу в детский сад, вот он начинает дико болеть живот. Виктория пишет, навязчивый кашель, кашель был у моей дочери, думали пищевая аллергия, долго не могли поставить диагноз. Навязчивый кашель у детей очень распространен, и это вот такое невротическое, да, больше уже заболевание, это вот психосоматика, прям 100% уже может быть. По носу рвота, сюда же к этому списку, аллергии кожный зуд, вот здесь могу сказать, смотрите, аллергия кожный зуд у деток и у взрослых людей в психосоматике он отличается, есть психологические особенности. Аллергия у детей, это больше, как знаете, защитная реакция. У взрослых, у которого никогда не было аллергии, и вдруг она откуда ни возьмись появилась, имеет другой немножечко характер. Я, к сожалению, не встречала деток, вот у которых аллергия, и с ними не работала, в психосоматике, а вот со взрослыми работала. Причем, вот знаете, есть теория парности, иногда реально в консультацию приходят парами, да, с каким-то заболеванием. И вот у меня в одну неделю были вот эти вот девушки парные, они были в разные дни, не вместе, да, пришли друг к другу, мне знакомы, но у них возникла аллергия, откуда ни возьмись, никогда ее не было, на пыль, им по 20 лет, и обе они пришли вот с этой проблемой. И что самое интересное, у обоих одна и та же, как будто бы одна и та же схема с маленькими погрешностями. Суть в том, что у меня, вот они рассказывают, да, что они самодостаточные, у них 20 лет, обеих уже по квартире, в квартире ничего нет, да, там телевизор, диван, и только по минимуму из мебели, потому что у них аллергия на пыль. И когда я у них у обеих спрашиваю, а когда вот пик аллергический начинается, они говорят, ну вот задумавшись, он у меня начинается, когда я приезжаю к маме. А к маме я приезжаю, я у них спрашиваю, ну что происходит, когда вы приезжаете к маме, ну я так, это вот целых там, да, две сессии, но кратко говоря, приезжаю к маме, мама говорит, надо в огород выйти, там паласы вытрясти, еще что-то, у меня начинается аллергия, то есть у меня начинаются, глаза скиситься, да, кашель появляется, такой защитный механизм, то есть тело говорит, ну как, беги. На что обе мамы, вот эти клиенты говорили, ну что-то у тебя не в порядке, езжай-ка ты там в свой город. И они с удовольствием уезжали, а у них была причина, да, сбежать. Тело им помогало, вот эту причину найти. Так, навязчивый кашель уже Виктория написала, да, и болезни органов дыхания, в том числе ОРЗ, вот сюда. Юля пишет, вот случай, да, кому тоже интересно в чате, тоже с психосоматикой, ну вот такие случаи, лучше, конечно, психологу, да, чтобы подтвердить, если справок нет, тем более, аллергия, может мама, так вот ребенок, просто иммунитет слабенький, тоже такое может быть, и маме просто надо на работу, и ребенку куда-то деть надо, поэтому мама говорит, что у нас аллергия, такое тоже бывает. Я работала два месяца в детском саду, такие тоже были, да. Давайте посмотрим причины расстройства, здесь написано расстройство, но, ребята, я бы расстройство не говорила, это заболевание, расстройство, это когда мы с психикой работаем, там, про депрессивное расстройство, можем говорить, это все-таки про заболевание. Значит, причины, мы будем говорить про детей, не про взрослых, но вот эти причины могут перетекать, как бы, да, из детского возраста во взрослых. Но мы сегодня про детей, поэтому причины у деток дошкольник. Значит, это обстановка или психологический климат в семье, это эмоциональное потрясение, сейчас посмотрим, как все отдельно, да, быстренько пробежимся, пока кратенько. Так, Лена спрашивает, а если у взрослого появилась аллергия на кошек, надо посмотреть, что с кошками было связано, может быть, напугало, ну, я сейчас накидываю гипотезы, да, но это внутри надо смотреть, может быть, кошка напугала, может быть, очень сильно-сильно так хотел кошку, что вот прям до невозможности, то есть обратная, да, реакция пошла, так сильно хотел, что уже потом организм говорит тебе, ну, как вроде как не надо, и вот такая вот реакция пошла. Может быть, в детстве взрослые, взрослые, мы сейчас перейдем к этой теме тоже, запрещали иметь кошек, говорили, например, да, что кошка очень грязное животное, за ней надо постоянно убирать, и получается двоякая ситуация, я очень хочу кошку, да, или завел кошку, но при этом вот эта вот установка родительская, что кошки там грязные, за ним надо убирать, из них лезет шерсть, вся одежда в шерсти и так далее, она все равно в психике сидит, и дала вот такую вот реакцию, всю жизнь были в доме кошки, надо посмотреть, может быть, они ему надоели, я так утрирую, конечно, да, но может быть, что-то там не хочу, например, за ними убирать, но так не хочу, что у меня тело уже говорит, что он, ну, как бы, уже хватит, да, то есть тело мне помогает решить эту проблему. Так, к причинам рождения еще одного малыша, это как вот у нашей девочки с животом, отношения с матерью, очень часто это именно отношения с матерью, с отцом, если вдруг матери нет, и с отцом, если вдруг мать, ну, как бы не активно, да, принимает участие в воспитании, тоже может быть. Это трудности с адаптацией в новом коллективе, мы говорим здесь про детский сад, такая типичная распространенная, проблема. Это чрезмерные требования, излишняя строгость и завышенное ожидание родителей, когда требований очень много, да, к ребенку. И вот прям современная такая проблемка, это запрет на эмоции и на выражение эмоций. Сейчас быстренько пробежимся по всем, чтобы вы понимали, что внутри и какая схема. Значит, во-первых, причиной может быть обстановка или психологический климат в семье, что имеется в виду. Мы всегда говорим про какую-то отрицательную, да, характеристику, про какие-то не очень хорошие, не очень хорошую обстановку в семье. Значит, напряженные отношения. И мы сейчас говорим про отношения между родителями. Не между родителями и детьми, а именно между родителями, да, супругой и супругом. Обычно это частые ссоры. Что делает ребёнок? Ребёнок вот в ситуации, когда каждый день там, да, ссорятся родители. Сам ребёнок, конечно, не планирует, да, не по плану это его, но подсознательно он пытается решить вот эту проблему, взять удар вот за эти ссоры каждодневные, там, еженедельные, на себя. Что говорит тело ребёнка? Лучше я буду болеть. Мама с папой обратят на меня внимание. Я стану центром внимания, а не та проблема, по которой они ругаются. Да, и в данном случае болезнь является как будто бы общей бедой семьи. Ссоры у нас уходят на второй план, они откладываются, и все силы родителей в данном случае обращаются на ребёнка. то есть тут теперь важно уже, чтобы ребёнок выздоровел. Всё остальное откладывается там на второй план. Обстановка на какое-то время в такой семье может стать нормальной, типичной, прежней, которая была до 40, да, но, как правило, вот эта обстановка затем повторяется, ребёнок опять заболевает. То есть вот это вот замкнутый круг, который прервать в принципе семья, ну, как бы ты не понимаешь, когда ты в семье, ты не понимаешь, да, что происходит, почему вот так вот. Это как будто бы само собой разумеющийся, и нет никакой связи между тем, что ты поругался с супругом или с супругой и заболел ребёнок. Как правило, вот эта связь на самом деле родителями не видится. Значит, есть научно доказанный список заболеваний вот таких детей-спасителей, да, вот в таких конфликтных семьях. Это обычно заболевания, которые связаны с, всё, что связано с носоглоткой. Ангины, танзелиты, хронические насморки, атиты и так далее. Ребёнок-спаситель чаще всего болеет вот этим. Не обязательно. Это может быть и сахарный диабет, например. То есть список может быть расширен, но типично это вот этим. Виктория пишет, как раз в этот период начался кашель в детском саду, боялась одного из воспитателей. Ну так, воспасение, да, кашель, воспасение от вот этого воспитателя. Поехали дальше. Сильное эмоциональное потрясение. Что имеется в виду? Конфликт между родителями это тоже эмоциональное потрясение, да. Это немножко другая схема. Здесь имеется в виду потери близкого человека, потери домашнего питомца, потери родителей в разводе. Это может быть потеря даже детского коллектива в детском саду, когда переходит, например, ребёнок из одной группы в другую или из одного детского сада в другой. Это тоже потеря. Для ребёнка это тоже потеря. То есть здесь сильное эмоциональное потрясение имеется в виду какая-либо потеря. Значит, ребёнок никогда про эту потерю говорить не будет. Естественно, он её осознавать не будет, да. Но для него это будет очень тяжёлая ситуация. Подсознательно вот по схеме и по описанию личности вот такого ребёнка он подсознательно начинает себя винить. Да, то есть вот эта вина, которая не отпускает, которая давит и которую он физически выразить, собственно говоря, не может. Вот отходя немножечко от темы, уходя в тему СВО, сейчас ей тоже заинтересовалась вообще в принципе кризисной ситуации и проблемы потери, утери близкого человека, вот вот эта проблема сейчас она как бы превалирует у деток, у которых овцы ушли на СВО и не вернулись. Да, вот это вот чувство вины, непонятно откуда взявшись, ну вообще понятно откуда взявшись, оно конечно у них имеется. И еще одна загвоздка это в том, что не всегда ребенку говорят сразу, даже если ребенок взрослый, там в 3-4 класс, в 5-й классе тянут информацию о том, что отца уже нет, то есть не говорят. Согласно как бы психологии горя, делать так нельзя, то есть надо говорить сразу, даже если ребенок маленький, да, и очень часто не участвует ребенок в похоронах, как бы нет вот этого завершающего эффекта по потере. Тоже как бы каждый клинический психолог, кризисный психолог вам скажет, что нельзя так делать, ребенок должен участвовать во всех вот этих процессах, быть включен, если у него нет других патологий, если у него нет какого-то эмоционального расстройства, естественно, да, там нужно смотреть по эмоциональному состоянию, но вот этот вот гештальт, он должен быть закрыт. Да, это сильное эмоциональное потрясение, это стресс для ребенка, и он работает по той же схеме, про которую я говорила вот вначале. Рождение малыша очень часто совпадает вместе с тем периодом, когда наш ребенок идет, например, в детский сад, да, и очень часто дети не готовы, либо не знают, либо им не объясняли, им не говорили, с ними не разговаривали по поводу того, что у него появится еще брат или сестра. Обычно вот в таких семьях все происходит внезапно, да, то есть откуда-то появился еще малыш. Был один, вся любовь, вся ласка, все игрушки, все пространство занимал я один, и вдруг тут появляется еще кто-то. Если, опять-таки, не объясняли, не разговаривали, не говорили, да, не готовили ребенка, для ребенка этот стресс, вот кто сейчас вот тут вот еще появился. Значит, какие чувства вот в этот момент обычно превалируют у ребенка? Покинутости, ненужности, отвергнутости, при этом, при всем, ребенок, он же ребенок, он не может рассказать про свои чувства, своими чувствами, поделиться, физически выразить он может, он может подойти к этому ребенку и, например, ударить, физически выразить может, не все родители разрешают, да, и говорят нам, что нельзя, не подходи, не трогай, вот это тоже, да, запускает тот же механизм покинутости, ненужности, все родственники приходят, вот к этому маленькому ребенку ты сейчас не нужен. Обратить на себя внимание, как? Очень просто, конечно, заболеть, и тогда внимание хоть чуть-чуть, да, достанется, может быть, и полностью вот об этом отвергнутому ребенку. Схема очень утрирована, но такая. Отношения с матерью. Значит, здесь, вот с материальными бывают, матери разные, иногда в консультацию, когда маленький совсем ребенок, приходят в консультации с мамой, да, что мы видим? Обычно это в консультации гиперопека, гипоопека очень редко, обычно в консультацию приходят мамы с детьми, у которых как раз гиперопека. гиперопека, в чем она проявляется, да, это прям такая удушающая, говорят, опека, когда ребенок, вот прям как собственность, да, матери, когда за ребенка делают абсолютно все, опекают от всего, туда не ходи, сюда не ходи, это не делай, шнурки мама завязывает ребенку самостоятельно, да, и все, собственно говоря, делает за него. Значит, очень часто у таких детей как раз-таки заболевания дыхательной системы, потому что душит до такой степени, что самостоятельности вообще никакой нет. Да, вот оно, душит, да, до такой степени, это вот обычно кашель, бронхиальные астмы, бронхиты и так далее. Гипоопека, обратная ситуация, когда мама очень занята, ребенок предоставлен сам себе, самостоятельно решает все свои проблемы, ну, в общем, он сам по себе, да, мама отдельно, он сам по себе. Обычно это схема появления заболеваний пищеварительной системы, да, то есть при гиперопеке отдыхательная система, гипоопека, это пищеварительная система. Значит, не буду, наверное, зачитывать, вы потом посмотрите на слайды, отдельно выделяют холодная мать, гиперопекающая, это, собственно говоря, про все, то, что я сказала, и отдельно еще говорят про тревожную, да, холодная, это гипоопека, гиперопекающая, гиперопека, тревожная, такая, мама с ипохондрой, она очень часто, точнее, вот зацикленность ее на ребенке, на, не совсем на ребенке в целом, на здоровье скорее. Да, на здоровье ребенка, вот она будет относиться к тревожным, то есть вот тихнул, один раз там кашлянул, может быть, подавился, все, все лекарственные препараты, которые есть в доме, посвящены вот этому ребенку, да, это вот тревожная мама, которая, и обычно это первый ребенок, да, и здесь упомянуто, в итоге, остается ребенок точно по той же схеме, тревожным, очень мнительным, и обычно у таких детей очень часто насморк, да, как способ на себя обратить внимание. Очень распространенная проблема, про которую обычно рассказывают родители, это трудности в адаптации нового коллектива, про детский сад, мы сейчас говорим, мы будем говорить про психологическую сторону, смотрите, здесь есть медицинская сторона, в любой психосоматике две стороны, медицинская, психологическая. Значит, медицинская, действительно, у ребенка может быть слабый иммунитет, действительно, если это гиперопекающая мама, ребенок не встречался там с бактериями, какими-то, да, которые в доме не водились, и он действительно может болеть от того, что у него просто слабый иммунитет, ну, как бы, и бактерии встречаются, да, различные, может быть, организмы с этими бактериями, которые в детском саду еще не встречались, такая адаптация происходит, медицинская, я бы сказала. Мы говорим про все-таки психологическую, да, сторону, больше, и здесь, вот, посмотрите, та же самая схема, про которую я вначале говорила. Тогда, вот, представьте себе, вы, когда устраиваетесь на работу, и у вас новый коллектив, но испытываете вы страст, испытываете. Вы же приходите, не сразу со всеми общаетесь, да, вы не сразу показываете все, что вы чувствуете, видите, слышите. У вас проходит процесс адаптации, и вы немножечко ведете себя не так, как в обычной стандартной ситуации. То же самое происходит с детьми, просто они не могут об этом сказать. Они пришли в новый коллектив, а если это детский сад, там, в два, в три года, и он пришел в коллектив вообще, впервые, да, то для него это огромный стресс. Его отделили от родных, вообще куда-то привели, какой-то непонятный коллектив, да, к каким-то непонятным детям. Хорошо, если это ребенок общительный, и он сразу пошел, как бы у него мотивация пообщаться, сейчас он поиграет, если мама его замотивировала, что тебе будет там интересно, да, ты поиграешь с детками, значит, вы там поспите, а еще там вкусно кормят, а воспитательница вообще супер, тогда он пойдет спокойно, да, если ребенок маме доверяет, он пойдет. Но обратная ситуация, когда тревожная мама, непонятно, что у меня ребенок сейчас в детском саду будет делать, а что с ним еще будут делать, тоже непонятно, да, она сама вся тревожная, она сама вся в депрессии, сама постоянно, через каждый час пишет воспитателю, а как мой ребенок, на ребенка это тоже отразится, у него и так стресс, его и так привели в непонятный коллектив, да, он не понимает, какая схема сейчас взаимодействия будет, еще и тревожная мама, которая передала ему все. Организм не справляется абсолютно, и здесь мы как раз получаем вот этого ребенка, который болеет, да, неделю ходит, две-три недели болеет, вот, схема вот этого, вот этой процедуры вот такая. Еще одна причина, чрезмерные требования, излишняя строгость, завышенное ожидание родителей. Значит, когда родители слишком строгие, когда у родителей слишком высокая планка, обычно это родители, которые достигли успеха в жизни, да, какие-то, в должностях, например, родители, получающие большую зарплату, очень гордящиеся тем, что у них есть статус, и они от ребенка ожидают того же самого. Что чаще всего вот такие родители говорят, хороший ребенок так себя не ведет, а я в детстве так не делал, мальчики не плачут, да, девочки так не делают, и так далее. То есть, вот это, семьи, нельзя сказать, что они строгие, но планочка, вот эта вот, да, которая к детям, она очень завышенная. Такие детки очень часто подвержены ангинам, хроническому кашлу и насморку, насморку и заиканию. Таких деток очень часто бывает. Я вернусь к коллеге на секунду в предыдущие слайды. Мы сейчас говорим про чрезмерные требования и излишнюю строгость. Для чего вернусь? Помните, я вначале говорила, что детские заболевания могут перерасти по взрослой. Так вот, нервная анорексия, нервная булиния, это вот по этой же схеме. Это обычно девушки, молодые люди, у которых в семье к ним с детства приявлялись слишком высокие требования. То есть они вот начали, может быть, там с, сейчас вернусь сюда, с хронического кашля, там с насморка, а закончили вот нервной анорексией, булимией, ожирением, вполне тоже к ним может быть подходить. А если девочка начинает драться с ребятами без причины, но по психосоматике не знаю, не могу сказать, это надо в консультации смотреть, может быть, в семье, да, есть такая схема, это можно, это в семье надо покопаться, да, чего она хочет вот с помощью этого получить. В группе предсадики, может быть, она на себя так внимание тянет, тут несколько гипотез, может быть, да, но я бы покопалась в семье, что в семье там, что она хочет вот этим физическим, физической реакцией отработать. Я бы там покопалась. Добретные эмоции. Отдельная тема, очень большая, это семьи, это семьи, в которых эмоции практически не выражаются. И это проблема на самом деле современности. Все больше и больше подростков, не детей, потому что у детей незаметно они про эмоции не говорят. А вот подростков в консультацию приходят и вот прям прослеживается такая ниточка, да, есть вот эта тема про запретные эмоции. Когда в семье категорически запрещается плакать, грустить, кратываться, смеяться, бегать, прыгать и вообще в любом способом даже физическим выражать эмоции. Да, так себя не ведут. Значит, что формирует, если кому интересно, посмотрите отдельно, это формирует такое, нельзя сказать, что это расстройство, но как отдельный термин, да, есть такой термин, как рекситимия. Значит, что такое алекситимия? Это про то, что человек вербально не может свои эмоции проговорить, именно вербально. То есть он не понимает, он понимает, что он сейчас испытывает радость, да, и он умеет эмоции выражать, но он не может ее выразить вербально. Чем это грозит? Когда ты не можешь вербально проговорить, что ты сейчас чувствуешь, что ты сейчас ощущаешь, какой твой эмоциональный фон, да, там я грущу, мне сейчас радостно, мне сейчас тревожно, я сейчас боюсь, а у меня страх там, еще что-то. Куда это опять должно уйти? Это опять должно уйти в тело. то есть вот это вербальное выражение, у меня был мальчик, который говорит, я не знаю, я не могу определить, да, каково мне сейчас эмоциональное состояние, и он ко мне попал от психолога, к которому ходил полгода, и через полгода психолог сказал, ну, я не могу ему помочь, потому что, видимо, ему надо к нейропсихологу, нейропсихологи эмоциональную сферу тоже проверяют, и они ко мне пришли на нейропсихологическую диагностику, да, и там выяснилось как раз, что с эмоциями парень ты вообще не знаком, ему 17 лет, а он не знает, что такое радость, то есть он не может, я говорю, давай посмотрим вот признаки, когда тебе радостно и когда тебе грустно, а он говорит, я не знаю, я вот реально не могу сейчас определить, вот что будет в том или иной ситуации, да, а что рекомендуется таким всем, вообще не только таким всем, вообще всем, разговаривать, мы очень мало разговариваем с детьми, мы обычно сидим в гаджетах, да, и вот просто разговаривать, как прошел твой день, это тоже будет про эмоции, мы в любом случае в разговоре на эмоции выйдем, да, очень редко, все приходят, все имя в консультации, спрашивают, как у вас вечер проходит, обычно за гаджетами, там обедают, ужинают, все отдельно, никто ни с кем не разговаривает, как дела, не спрашивают, это вот прямой путь, тут хотя и написано запрет на эмоции, да, но это как раз, закрытость, то есть ты вербально не понимаешь, что ты сейчас чувствуешь, как у тебя дела и так далее, нет вот этого процесса, когда ты проговариваешь, а в консультацию очень важно проговорить. Так, Дмитрий спрашивает, особо опасно сдерживание отрицательных эмоций, скажите, пожалуйста, какие способы не сдерживания наиболее приемлемы в вашей точке зрения? Совсем поняла, что значит не сдерживание, нет ли опасности в том, что проявление отрицательных эмоций? Так, сейчас, сейчас, ребят, нет ли опасности в том, что проявляя отрицательные эмоции, не справляясь с ними внутри, не побеждая их, а выражая ребенок, вырабатывая себе привычу, которая в дальнейшем может привести к агрессии? Значит, смотрите, я так поняла, у Дмитрия вопрос про то, как вот эти отрицательные эмоции, если мы, я так понимаю, что это вопрос про то, что мы в социуме отрицательные эмоции выразить не можем, это действительно так, наш социум не поймет, если мы сейчас резко начнем выражать агрессию или тревогу даже, нас не поймут в обществе, как это сделать? Спорт, ребята, спорт, всегда все рекомендуют спорт, даже с депрессивным расстройством, то есть для того, чтобы выразить вообще любую эмоцию, даже радость, можно просто попрыгать, можно просто поприседать 10 раз, можно, я не знаю, пробежаться, быстро походить, любой спорт позволяет вот эту эмоцию отработать, да, и поэтому вот деток я всегда рекомендую отдать в какой-то спорт, обязательно в плавание, пусть это будет плавание, бокс, не важно, не важно там, где ему нравится, самое главное, он замотивирован, и он может там отработать эмоции, то есть они не останутся в теле, они вот наружу выйдут в любом случае. так, Света, Света, это к чему вопрос? Если девочка начинает драться, она сейчас выставляет границы, забывает свои криками, истериками, может упасть на землю, куда угодно, ее мама и дядя, мои дети не вели себя, так вообще. Значит, посмотрите, она скорее всего либо обращает на себя внимание к гипотезам, либо кто-то постоянно нарушает ее границы, и она таким способом пытается свои границы сохранить. Ну, это тоже как вариант, надо посмотреть в консультации. Значит, у меня тоже есть одна девочка, которая вот таким способом, что она делает? Я с ней попробовала песочную терапию, она себя в песочной терапии, ну, вот фигурку, да, себя постоянно закапывала, но она, конечно, не говорила, что это она, но это понятно было, закапывала. Это про то, что границы мои не берегут, постоянно ко мне лезут, да, и ребенок вот таким способом границы свои бережет. Может быть, это вот про это. Как ребенок проявлять свои эмоции гнева должен? Можно его в творчество, да, либо спорт, либо творчество. Ведь нарисовав какую-нибудь картинку, это же тоже выражение гнева. В песке можно выразить гнев, например, да, с помощью песка. Но очень часто, ребята, это все-таки спорт. Вот для деток это, но с моей точки зрения, это спорт. Да, вот Пика пишет, энергия в мирное русло, это вот про спорт. С моей точки зрения, это про спорт. То есть там должны выходить эмоции. Но мотивированный спорт, да, когда ребенку нравится. Никогда я не хочу в бассейн ходить, надо, психолог сказал, это не про то. Надо замотивировать как-то ребенка, чтобы вот он туда ходил, да, где он получает удовольствие. Это вот этот спорт. Значит, не буду вот на это обращать внимание, так или иначе, я про это уже сказала. Про что тут? Я хотела бы, чтобы вы обратили внимание на родительские приказания, предписания. Это тоже отдельная теория. Это теория супругов Голдингов. Есть у них отдельный труд, я, к сожалению, сейчас не помню, и под рукой нет, как называется, но можете в интернете посмотреть. Голдинги, так, по-моему, труд называется, кстати говоря, родительские приказания. Значит, родительские приказания, это какие-то выражения, которые мы периодически кидаем детям, причем сами не осознаем, я говорю про взрослых, в каких-то фразах, причем эти фразы могут быть положительные, например, ты у меня умница, ты у меня супер, все отлично, как мы планировали, так и получилось. Но чаще всего это все-таки фразы отрицательные, то есть родительские приказания, предписания могут быть отрицательными, характера, могут быть положительными. Хорошо, если они положительными, супер, но могут быть отрицательными. И супруги Голдинги разделили все отрицательные приказания на вот эти вот подгруппы. Не будь, не делай, не расти, мы сейчас не будем на них обращать внимание, просто посмотрите в литературе, если вам интересно, потому что это тоже прямой путь к психосоматике. Не будь, например, это про то, что не живи. Я родила тебя, потому что так случилось, например. Пока я тебя рожала, я вся разорвалась. Это тоже приписание на смерть. Не будь, не живи, ты мне не нужен. Не делай, это, например, когда там не бегай, не кричи, не радуйся. Это про то, что не показывай, не делай, в прямом смысле слова. Я по нескольким пробегусь, с вашего позволения. Не расти, это когда обычно последний ребенок в многодетной семье, ну такая типичная ситуация, не обязательно. Не расти, потому что ты мое спасение, ты вырастешь, и я перестану быть матерью, например. Да, то есть какие-то вот там фразы, выражения, когда ребенку предписание не расти. Ну и последнее, например, не будь здоровым, это когда ты мой спаситель, от того, что ты постоянно болеешь, я чувствую себя нужной, ну как мама, например, да, это про то, что не будь здоровым. Есть тест на родительские предписания, можете посмотреть, я ссылочку на тест сделаю, но в принципе, когда просто задаете в поисковике, он выходит. Что делать? Так, пример вы почитаете. Как бороться? Значит, не буду вот про текст вы прочитаете, я просто условно скажу. Значит, как бороться? Про спорт я уже вам сказала, это очень хороший способ выразить эмоции. Можно смотреть, ребят, не обязательно спорт. Вы можете просто с ребёнком вечером пройтись 40 минут, обычно рекомендуют, быстрым шагом погулять, поговорить с ребёнком о том, как прошёл день, это будет выражением эмоций. Вы можете просто за столом спросить у ребёнка, как прошёл твой день, а с какими ты ситуациями встретился сегодня, а понравилось тебе или не понравилось, что тебе понравилось, что тебе не понравилось, это будет проэмоциональное состояние. Нам важно сейчас понять и ребёнка заложить, что он свои эмоции знает и свои эмоции может проговорить. Когда мы проговариваем эмоции, это уже отработка эмоционального состояния. Постепенно, когда вы вот эту схему включите, ребёнок начинает эту схему усваивать и для него становится как будто само собой разумеющейся. А для самого себя проговаривать, что сегодня со мной произошло, значимо это для меня или незначимо, понравилось, не понравилось, и что по этому поводу я думаю и чувствую. Так, тут я всё сказала вроде бы. Вроде я всё сказала, тут в тексте вы прочитаете. Единственное, последнее, не отказывайте своему ребёнку в помощи, когда эта помощь ему требуется. То есть если у ребёнка есть какая-то проблема, обратите на него внимание, потому что эта проблема, скорее всего, для того, чтобы вы на него обратили внимание и попробовали эту проблему вместе с ним решить. По-моему, всё. Коллеги, спасибо большое. Если есть вопросы, давайте я верну на первый слайд. Так, Дмитрий, простите, я вернусь к вопросу выражения негативных эмоций. Хорошо, если ребёнок научился отрывать эмоцию в спорте, но если случилось так, что эмоциональное состояние возникло, а ринга из парик горятом нет. Нет ли опасности, что выработается привычка спускать пар, который в дальнейшем сыграет с ребёнком злую шутку? Нет ли опасности, что выработается привычка спускать? Опасность в чём? Ну, например, возникла какая-то ситуация, ну, что, бить всех будет подряд? И привычка бить всех подряд возникнет? Вы вот про это? Как бы не совсем, да, я понимаю. Вот смотрите, когда нету... Вот сейчас, да, как Дмитрий пишет в боксе. Вот, Ирина, да, устроите сами бой шутливый с подушками, да, можно прогуляться, ребят, может, всё что угодно. Нам главное, смотрите, нам главное выговориться, то есть проговорить, да, возникла какая-то эмоция. Вот ребёнок злится, например. Я не знаю, давайте представим ситуацию, на площадке один ребёнок у другого отобрал игрушку. Значит, тот, у которого отобрали игрушку, он прям злой, у него агрессия, у него прям, да, всё бурлит, эмоциональное состояние. Можно же... В психологии есть такая техника отреагирования. Подойти к ребёнку и сказать, слушай, я вот понимаю, что ты сейчас глишься, я понимаю, что ты сейчас негодуешь, что тебя он бесит, что у тебя раздражение, что тебе хочется его ударить, да. Я понимаю, но давай мы попробуем другую игрушку найти. Заинтересовать ребёнка другой игрушкой, например, да. Попробуйте проговорить потакание негативного состояния. Так, Дмитрий, не вырабатывается ли так «Навык своеобразного потакания негативного состояния?» Как? С помощью бокса? Я немножко не понимаю сегодня, Дмитрия, но я понимаю примерно, о чём он говорит. Потакание? Нет, с помощью спорта совершенно нет. Мне кажется, нет. Я, по крайней мере, с такими случаями, когда мы потакаем с помощью бокса или шутлив игры с подушками, обычно нет. Обычно это заканчивается тем, что мы эмоции отработали, и на этом должно в идеале всё закончиться. Никаких новых схем при этом, но я, по крайней мере, таких случаев не встречала, честно. Дмитрий, спасибо вам. Коллеги, если есть вопросы, ещё буквально секундочку. Ну что, нету. Отлично. Я думаю, что я сегодня донесла материал до вас. Он был ясен и понятен. И что с этим делать на первичных началах, думаю, тоже, надеюсь, по крайней мере, стало понятно. Коллеги, тогда с вами прощаюсь. Думаю, сейчас организаторы должны выйти на связь. Обычно они подают какую-то информацию после. Но спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok